Все, начинаем. Тихо. Здравствуйте, дорогие друзья. Через короткого перерыва все-таки опять встречаемся. Ну, помните, предыдущая лекция не совсем удачная вышла из-за помехи и проблемы со связью. Я думаю, мы эту лекцию еще раз перестимем, потому что там была важная тема, продолжение. Вот лекции, циклов лекций Гения Иоанна, мы его еще раз в ближайшем будущем, наверное, снимем. Ну, еще и мне очередной раз заблокировали в Фейсбуке по неясным причинам, не знаю, но это уже третий или четвертый раз. На этот раз на месяц, но по-любому мы закаляемся, поэтому мы через другой телефон сейчас вышли в эфир. Вот. И будем продолжать наши лекции. И сегодня, поскольку накопились вопросы, я попробую отвечать на несколько из них. Во-первых, спрашивали, в чем же цель христианской жизни. То есть, люди ходят в храм годами и о целях христианской жизни имеют плохое понятие, то есть представление. Это, с одной стороны, удивительно, но с другой стороны, в принципе, я понимаю причины, и поэтому попробую ответить. То есть многие люди, воцерковляясь, начиная жить духовной жизнью, начиная жить духовной жизнью, они начинают через несколько лет, через несколько лет, начинают впасть в умение. Потому что те методы, тот опыт, который им было передано, вот их не удовлетворяет. И это понятное дело, потому что это вообще-то вообще церковная проблема. Ликвидируйте детей, пожалуйста, потому что они мешают. Так вот, в чем эта проблема? То есть люди начинают, я, кстати, во время предыдущей лекции двумя словами об этом говорил. Люди начинают, понятно, менять свой образ жизни, каяться, молиться, поститься, молиться, поститься. И у многих появляется представление, что цель христианской жизни только в этом и заключается. Но надо понять, что это всего лишь средства, а не цель жизни. То есть это возможности. Мы это сделаем для того, чтобы достичь той цели, к чему Господь нас призвал. А цель – это быть с Господом. Видеть с Господом не только там, то есть после жизни, а здесь уже, на этой земле. Поэтому, когда Христу подошли и спрашивали про Царство Небесное, Христос сказал, Царство Небесное там каким-то видимыми путями или видимым образом не придет. Царство Небесное – это внутри вас. А что это означает? Это означает как раз присоединение с Христом через Святого Духа. Поэтому Христос ушел, а Святого Духа нам прислал. Другими словами, другие отцы говорят, что цель – это достижение Святого Духа. То есть надо стремиться приобрести Святого Духа. Но это не какие-то приемы для этого. Нет. Это как раз жизнь во Христе, то есть жить вполне любовью и стремиться к Христе, как объекту своей любви. Апосты и молитвы, они как раз помогают нам достичь этого. Если мы это сделаем, мы это сделаем, но про Христа забываем, то есть живое присутствие Христа нет в нашем сердце, значит что-то не то сделаем. Это очень важный момент. Потому что ты, если думаешь, что ты должен только мучиться, только страдать, только поститься, молиться, и с Христом будешь только там, то вот ты ошибаешься. Ты Христом должен быть здесь. И ты должен радоваться этой жизнью. То есть духовной жизнью, своей жизнью, которой ты живешь здесь, в мире, ты уже должен радоваться. Потому что как можно не радоваться, если ты, христианин, не живешь вместе с Христом? Христос сказал, что будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Понятно, что будут скорби, будут сложности в этой жизни. Понятное дело, что никто нам легких путей не обещал. Но то, что мы приобрели Христа, это уже великая радость, несмотря ни на что. Поэтому и древние мученики, они с радостью пошли на смерть. И ни капельки там страха или боязни не было у них. Потому что вот они осознали цель своей жизни. Как говорит апостол Павел, знаю, кого уверовал. Я знаю, то есть я знаю из моего объекта, понимаете, да? Вот для чего мы живем духовной жизнью, делая определенные усилия. То есть это не сама цель, это средство. Иначе, чем мы отличаемся от буддистов или от йогов, они тоже аскетичной жизнью живут, даже более аскетичной, чем христиане. Они тоже там молятся, медитируют, они там постятся, даже букашек не обижают, подметают перед ними веником, чтобы вдруг они случайно на какую-нибудь комара или жучка не наступили и не убивали. Соответственно, наша жизнь отличается. Иначе можно было идти стать йогом или буддистом и так попробовать спастись. Потому что если ты любишь, ты стремишься к тому, кому ты любишь. И когда ты вместе с ним, это великая радость. Ты уже не думаешь, грешить, не грешить, делать, не делать. Когда ты кого-то любишь, ты не думаешь, изменить его или не изменить, предать или не предать. Ты человека любишь, ты уже не думаешь об измене. И от этого ты получаешь огромное удовольствие, ты живешь в радости. Поэтому мы к этому вопросу еще, конечно, вернемся, но это вы должны знать, чтобы не перепутать цель со средствами. Ну и второе, мне попросили отвечать на вопрос, когда Господь сказал, что у кого нет ни мешка, ни суммы, то есть продай одежду свою, купи меч. Что это означает? Какой меч купить? Потому что многие из молодых людей думали, что надо купить мечи и ходить по улице Москвы с мечами. Поэтому мы поговорим об этом, чтобы поняли, о каком мече идет речь и вообще, почему Христос вот эти слова сказал. Это Евангелие от Луги, 22 глава, когда ученики спрашивают, что и как. И Христос говорит, когда я послал вас без мешка и без суммы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали, ни в чем. Тогда Он сказал им, но теперь кто имеет мешок, только возьми его, так же и сумму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне, и сему написанному к злодеям причстен. Ибо тот, что о мне сказано, то есть приходит к концу. Они сказали, Господи, вот здесь два меча. Он сказал им, довольны. Вот это отрывок Евангелия от Луки. Очень интересный, кстати, отрывок и один из труднообъясняемых частей Евангелия. Вот поэтому и как раз попробуем об этом поговорить. Итак, Христос говорит, я же вас прислал без никаких запасов, без обуви, без мешка, без денег, без ничего. И в чем-то нуждались, когда я вас отправил проповедовать. Они сказали, нет, не нуждались. Говорят, а теперь вот так не будет. Теперь пусть все запасаются. Что это означает? Это, конечно, сказано символическим языком, но апостолы этого не понимали. И того ответа, что они дали, типа, вот здесь два меча, сразу стало ясно, что они ничего не поняли, что говорит Христос. То есть Христос послал своих учеников проповедовать. И сказал, что ничего не вберите, вы ничем нуждаться не будете, потому что я с вами, я вас буду обеспечить. То есть Бог с вами, телесно находится с вами, и Он будет вас обеспечивать. Ничего не бойтесь, ничего не берите, не думайте, что кушать, как, от кого защищаться, потому что вы уже под защитой. Никто не может вас противостоять. Поэтому они радостно пришли и сказали, господи, даже бесы, говорит, повиновались нашим словам, то есть мы могли бесов изгнать, как и ты. Но вот, говорит, теперь уже так не будет, потому что я вас покидаю. А вы уже стали до такой степени взрослыми, что уже должны это все делать самостоятельно. То есть когда вы пошли под руководством как бы учителя, да, это как в фильмах про кунг-фу, вот мастер там. С учениками идет, нападает, мастер всех там начинает бить, да, ученики смотрят, восхищаются, да. А потом вот учителя не стало, им уже ученики должны сами как бы бороться, сами обеспечить себя. Это примерно вот такое, ну, чтобы проще было понять. То есть вы уже доросли до такой степени, что я уже делаю так, что вы должны будете уже сами все это сделать. И поэтому, поэтому вы должны быть готовы полностью. Вы должны быть готовы полностью. Потому что вот эти легкие, радостные времена уже прошли. Вы должны пить ту чашу, которую я пил. То есть пройти через те мучения, через страдания, которые я прошел. Поэтому и Христос говорит, может ли, говорит, могут ли, говорит, участники пиропаститься, если с ними жених. Да, когда ему говорят, почему твои ученики не пастятся. Придет время, говорит, когда уже жених будет взят, тогда они начнут паститься. Вот он как раз об этих временах говорит. То есть сейчас вот эти времена наступают. И вы должны вот этот путь уже пройти самостоятельно. И будет такое впечатление, как будто Бог вообще не с вами. И будет очень много мучений и гонений. Ну и мы знаем, какой путь прошли апостолы и их ученики, как первые проповедники, распространители христианства, какой тяжкий путь прошли. Вот он об этом предупреждает. А то, что касается деньгам, обуви, этот, тоже символическим языком сказано. То есть смотрите, те мирские какие-нибудь приобретения, которые вы имеете, вы их должны использовать. Вы их должны иметь, если имеете, использовать для духовных целей. Для духовных целей. Тут имеется в виду только-только духовное. А те, у кого, например, нет материального, чтобы использовать для духовных целей, пусть он, говорит, даже свою одежду продает, но покупает меч. Какой меч? Духовный меч. Не просто идти там в магазине меч покупать самурайский. Нет. А покупать именно духовный меч, о чём и говорит апостол Павел по посланию ефесянам. Что говорит? Говорит, возьмите, говорит, меч духовный, который есть Слово Божие. Слово Божие надо с собой иметь. Это самое важное. Без Слова Божия ничего сделать невозможно. Без духовного меча вся апостолская вообще деятельность была бы тщетна. Поэтому он об этом мече и говорит. Но апостолы этого не понимают. Поэтому говорят, вот здесь два меча есть. Потому что думают, вот сейчас на них будут нападать то ли сторонники первосвященников, или римские какие-то эти, чтобы его уговорить. Вот два меча, мы можем себе защищать. А Христос говорит довольно. Почему? Потому что Христос знал, что произойдёт. Что Пётр накинется на этого, на слугу, там отрежет ему ухо и так далее. Ну, говорит, два меча для этого, в принципе, хватит. Он уже не будет говорить, что я опять ничего не понимаете, я совсем другое. Он уже ничего не говорит, потому что понимает, что они ничего не поняли, и все слова его поняли в буквальном смысле, а не в духовном смысле. Это потом они начали понимать этого, и начали говорить. Поэтому говорит, что все ваши приобретения, что есть, они должны служить для духовных целей, для христианских целей. Поэтому и он говорит как раз в своих предыдущих притчах. Он понимает, например, кто больше любит своё богатство, а кто любит больше Христа. Когда вот этому богатому юношу говорит, что иди продай всё и следуй за мной. И он этого не делает, хотя ведь закон соблюдал. Был законопослушным, то есть верующим человека. А вот другим своим богатым товарищам он этого не сказал, потому что знал, что они, имея материальный достаток, они в любой момент могут отречься от него, потому что для них самое главное есть Христос. Понятно, да? Это очень важный момент. Как раз, возвращаясь к предыдущему сказанному, да, вот человек действительно во Христе может быть по-настоящему счастлив, если приоритет его жизни именно есть Христос. А то, если приоритет всё-таки его материальное приобретение, он всегда будет несчастен, потому что он будет между двумя, двух огнёв. Как говорит, можете служить двум господам, да, мне и мамоне. То же самое и там. Поэтому люди вроде делают шикарную свадьбу, там, женятся и так далее, а вот в браке несчастные. А есть люди, которые женятся, живут в бедности, да, в долгах, там, не имеют своего жилья. Да, ну, как гадь с любимым говорит, и в хижине жить, это как в палате жить. Но зато они счастливы, потому что у них есть любовь, да. А если любви нету, тогда вообще ничего нету. Сколько бы ни было бы ни богатства, сколько бы, чего, сколько бы ни было, если нету отношения к любви, этого нету. То есть, если между ними нету Христа, если между ними Христа нету, то ничего нету, понятно, да. Всё остальное – ничто. Вот Христос как раз призывает так жить. Он не призывает оставить мир, идти спрятаться. Вот когда Он говорит, возьмите вот сумму, возьмите там мешоки, это это, это Он говорит, вы войдёте в мир, будете жить в миру. Будете жить в мире, в этом мире будете жить. Все эти соблазни, всё это, всё это должны пройти. А для этого надо меч иметь духовный. Без меча, без Слова Божия, то есть, без самого Бога, это имеет то же самое, да, то есть, без благодати Божия, вы мир победить не сможете. Поэтому надо иметь меч, то есть его, да. И в этом мире живя, мы должны победить этот мир. Мы не отрекаемся от этого мира, как, например, в буддизме, да. Мы побеждаем этот мир и служим этот мир нашим целям, христианским целям. Понятно, да? Поэтому многие думают, что вот это смотреть нельзя, это так делать нельзя, туда нельзя, сюда нельзя. Ну, понимаете, не то, что тупо нельзя. Они не должны вас привлечь, вы не должны стать зависимы от них. Наоборот, вы должны их использовать для благих целей. Иначе мы сейчас все должны были побежать в леса, в пещеры и там вести жизнь отшейника. Ну, не всем дано этого. Вот как раз Христос не сказал, идите прячьтесь там в пустыню. Он сказал, идите, проповедуйте. Идите в мир, борьтесь против этого мира. Именно в миру борьтесь против этого мира. Да? Поэтому он сказал, у кого есть одежда, у кого даже ничего нет, если есть хотя бы одежда, потому что есть человек, у которого в кармане могут бить деньги или имущество, но самое необходимое, что уносить, это наша одежда. То есть можно ничего не бить, даже билет в метро, а вот одежда есть. То есть это самое необходимое. Но он говорит, что самое необходимое, как раз, Слово Божие. Поэтому, говорит, даже если ничего и не имеете, вот эти возможности не имеете, ну, кто-то милости не уделает, кто-то благотворительностью занимается. А есть у кого ничего нету. Поэтому всегда говорят, пусть богатые занимаются, да, бедные говорят, мы бедные, у нас денег нету, да. А вот если ты бедный, говорит, прежде всего тебе надо вот именно, то есть приобрести Слово Божие. Не означает, что если ты бедный, значит, ты в какой-то привилегированном состоянии находишься. Перед Господом все равны. То есть поняли, в чём смысл духовного этого меча? Меч – это духовный меч, прежде всего. Да. У меня вопрос по тому месту, вот когда вы говорили, то, что вот апостолы не поняли, он как бы им объяснять не стал. Но получается, он не хотел, чтобы они поняли. Потому что если бы он хотел, чтобы они поняли, они бы его поняли с полузгляда. Потому что если что Бог захочет, он может вложить в голову. А это Бог. Вот как же так? Получается, он вроде бы и хотел, чтобы им что-то донести. Но без него бы они всё равно понятия не смогли. Христос разговаривает с людьми языком символики. Много чего они не поняли, а поняли потом. Верно? У Христа не было тогда цели, вот сидеть, вот это всё то, что я говорил, объяснить им. Потому что через пять минут его арестовали бы. И вот говорить о духовном мече, об этом, они вообще этого не поняли бы. Если он вот так объяснял, как я объясняю, их это же не интересовало бы. Они были земными людьми. Они думали о земном царстве Христа, что они вот там будут премьер-министрами и всё такое. Он говорит об этом, они всё по-любому, по-земному понимают. Они не способны были до сошествия Святого Духа понимать вот эти слова Христа. Христос же сидел, сколько раз свои притчи им объяснил, что он сказал. Он говорит же, не дано людям понимать. Потом уже, когда их духовные глаза открылись, после его смерти и воскресенья, они начали уже понимать по-малу. А после сошествия Святого Духа они уже начали понимать полностью. Там же написано, говорит, они не поняли, они не поняли. Потом, говорит, они поняли, что он хотел им сказать. Христос говорит же не только им. Он говорит и нам. Он говорит для тысячелетия. Понимаете? Для тысячелетия, говорит Христос. Если у него была цель только своим апостолам увещевать, тогда, может быть, что-то он ей разъяснил. А вот в данном моменте, в данном контексте вообще смысла не было им объяснять вот эти вещи. Что типа вот обувь вот это означает, мешок это означает, деньги это означают. Смысла не было бы. Они не поняли бы этого. Да им этого и не нужно было. Они от Христа ждали совсем другого. Совсем другого ждали они от Христа. Он мог только их соблазнить этим, если он вот так взял и разъяснил. Понятно, да? Поэтому он ничего не сказал. Даже не спорил с ними, когда сказали, есть два мреть у Мельчана. Он сказал, хорошо. Вот ты споришь, споришь с человеком, он тебя не понимает. Ну, говоришь, ладно, хорошо. Оставайся при своем мнении. Ну, то же самое он тогда сказал. Понятно, да? Есть еще вопросы? Да. Интересно всего, через Царство Божие, да? Да. Что входит в это? Как они, через что они искать Царство Божие? Через что? Через Христа. Если ты не придешь к вере, Царство Божие как найдешь? Царство Божие и есть Христос. То есть ты должен прийти к Христу. Ты должен уверовать в Его. Если ты не веришь в Христа, не веришь так, как написано в Евангелии, как учит Церковь, да? Тогда ничего не получится. Есть люди, которые веруют в Христа, вычищая Царство Божие, да? Ну? То есть, скажем так, можно сказать, то, что мы выполняем, делаем, мы же нашли Царство Божие? Как? Вы еще не нашли, но вы на пути нахождение. То есть вы на правильном пути, можно сказать. Вы на правильном пути. Значит, и найдете тоже. Потому что, если бы вы уже нашли бы, вы этот вопрос не задали бы. Понятное дело. Потому что тот, который находит, он уже вопрос не задает. Он уже вместе с Христом и живет счастливо. Он не говорит, как мне найти, он уже нашел уже. Верно? Поэтому многие отцы Церкви, например, они же не задали там другим, как мне найти брат там, типа это. Они уже нашли. Поэтому они там, может быть, и другие вопросы задали бы. Когда задают такой вопрос, это вполне естественно. Значит, человек все-таки еще в поисках. И в своей духовной жизни еще как бы нуждается некого руководства или некой ориентации. И это вполне тоже нормально. Хорошо спрашивать, чем не спрашивать вообще. А как же, например, многие отцы, они всю жизнь искали Христа, и говорили, что человек нашел Христа. Да? Это не стоит вопрос. Но если человек говорит, что он нашел Христа, значит, он в гордости. Почему? Потому что он в гордости. Почему в гордости? Я нашел Христа. А что? То есть, Христа мы не нашли, крестивших, участвующихся, участвующихся в таинствах, мы не находим. Можно участвовать в таинствах, где-то жди и без понимания. Я об этом и говорю. Я об этом и говорю. Если любви нет, значит, есть проблема. Я об этом и говорю. Потому что тот, который находит Христа, он не будет спрашивать, где Христос. Почему дайте до отцов? Я вот апостола Павла привел уже. Да и многие отцы сказали, что они живут. Что? Апостол сказал, знаю, кого верю. Вот, повторяю. Он говорит, я знаю. То есть, я знаю своего объекта любви. Понимаете? Ну, знал. А другие не знали. Что? Ну, и далее, и далее. Так и святые. Вот символ веры мы читаем. Что говорит о Святом Духе? Проповедовал, говорит, и жил в святых. Святой Дух жил в святых. А что это означает? Что эти люди нашли Христа. Иначе как Святой Дух будет в них жить, если они Христа не нашли? Да? Или Святого Духа нашли, Христа не нашли? Хорошо. А когда апостол Павел говорит, да, там, то есть, в святых там. Тихо, тихо. А кто ты Господи? Почему он не говорит, кто ты Господи? Ну, тогда-то он не знал. Тогда он был фарисеем, гонял церковь. Нет, подождите. Он же говорит уже ему Господи. Он уже его знает? Он еще не знает. Он признает его Господом. Уже. То есть, он уже был на перепуте. То есть, на границе. Потому что он уже... А почему это спрашивает кто? Ну, потому что до конца его не знает. А вот потом, когда глаза у него открылись, когда он крестился, как раз, он крестился как раз у апостола, у Анани, да, вот тогда у него уже духовные глаза открылись, и он начал проповедовать Христа. Он начал его проповедовать. До этого же не проповедовал. Не знал же про него. Наоборот, был его врагом. Он говорит, я же был его врагом. Я гонял христиан, я их там арестовал. И как раз на этом пути был. Взял документы, чтобы... Он тогда вообще не признавал. Он же был врагом христиан. Что? Ну, тогда потому что он уже встал на колени и... А ты думаешь, что это потому, что он просто узнавал, в каком именно из апостаси какой-нибудь силы? Что? Что-что? В каком именно апостаси господь ему видится? Дело тут вообще не в апостаси. Дело не в апостаси. Человек видел просто. Видел ту силу, которая вот его привела. Сила, вот этот свет, вот это ему, я думаю, почему странно звучит. Понимаете, все-таки две тысячи лет назад люди немножко по-другому думали, чем сейчас. И у них сомнения были меньше. И апостол Павел от всего сердца искал Господа. Он заблуждался, да, потому что был фарисеем, был воспитан духом фарисейства. Но Господа он искал от всего сердца. И поэтому, когда видел явление, как, например, Моисею явился Господь, он сразу признался, он уже не сказал, что за свет, откуда этот свет, кто явился, ты кто такой, сколько у тебя ипостасей, природы, все такое. Он сразу его, сразу сердцем он его чувствовал, сердцем, сердцем чувствовал, потому что его сердце все-таки открыто было для Господа. Понимаете, да? Поэтому эти все сомнения ушли впрочем. Есть еще вопросы? От Бога препятствий не бывают. Бог наоборот. Помогает, чтобы преодолели препятствия. А ситуация в Армении, да и вообще во всем мире сейчас очень сложная, чтобы сидеть, об этом сейчас говорить. Вот. Так. Давайте этим закончим, дорогие друзья. Можете там написать, кстати, ваши вопросы. Ну, на следующей неделе, дай Бог, продолжим. Все, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok